Добрый вечер! 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 И я подумал, что вероятно, многим из них казалось, что я имею намерение, может быть, составить им конкуренцию по игре на конкурсах какой-либо симфонический оркестр. Ничего более абсурдного даже представить себе я не мог, потому что здесь я, наверное, разочарую многих сидящих в зале, пытаться выучиться играть на другом инструменте, тем более абсолютно это не орган и не клавесин, где, может быть, за несколько лет, будучи пианистом, можно освоить такой инструмент, но если не совершенствую, то пока не менее прилично. А вот освоить скрипку, флейту, тромбон, акт, все что угодно представляется возможным, но стать виртуозом этого дела и тем более выдержать в конкурс какой-либо серьезный симфонический оркестр, это идея абсолютно абсурдная. Такой задачи я себе не только не мог поставить, она даже мне и в голову не могла прийти. А что же мне могло прийти в голову? Я вам скажу, что я уже начал преподавать, как, наверное, известно многим присутствующим в зале. Я специализировался, закончил аспирантуру, выдающегося профессора Тамара Лазина Фиддля по камерному ансамблю. Тогда наша кафедра называлась кафедрой камерного ансамбля и аккомпинементом. Ну, сейчас говорят, кафедра концертмейстерского мастерства, а тогда это была одна общая кафедра. И мы ввели в правдой мере со студентами оба предмета, и камерный ансамбль, и концертмейстерский класс. И вот одна из идей была почувствовать себя в шкуре не только педагога, но и в шкуре солиста, которому аккомпанируют студенты. И эта идея увенчалась даже уже через несколько лет определенным успехом, потому что посильные репертуар студенты мне, студенты моего класса, которые у меня учились по аккомпанементу, они мне аккомпанировали. И вот тут выясняются очень многие основополагающие вещи, как, например, когда у скрипки или у флейты тянется длинный звук, а неопытный пианист вместо того, чтобы двигаться вперед, замедляет темп. Вот это обстоятельство, к примеру, выяснилось мгновенно. То есть, все наоборот, да? И вот это очень интересно бывает именно, когда ты не просто учишь аккомпанировать, а когда ты сам выступаешь в качестве партнера на инструменте, у которого звук, в отличие от рояля, длится. Это во-первых. Во-вторых, конечно, я не распространяюсь на эту тему долго, но могу вам сказать, что это совершенно не так. Совершенно невероятное счастье, когда пусть даже в возрасте у вас вдруг начинает что-то получаться под руководством вот Александра Михайловна, или самостоятельно, или какие-то поиски в приобретении элементарных навыков игры на другом инструменте. Ну, как бы, увенчивается каким-либо, пусть небольшим, но успехом. Кроме того, многие из вас зададут, наверное, вопрос, почему именно флейта? Я легко могу это объяснить. Флейта из духовых инструментов, ну, вы понимаете, что менее перспективно чему-либо выучится на скрипке в таком возрасте. Здесь вопрос интонации – это что-то невероятно мучительное. А все-таки для пианиста немножко легче освоить духовой инструмент. И вот тут я вам должен сказать, что я за саму идею благодарю вовсе не Александру Михайловну Вавильовну, а другого выдающегося профессора консерватории Елизавету Петровну Кудрявцеву-Мурину, имя которой, наверное, многим, особенно в возрасте, здесь присутствующим, наверняка, знакомо. Это выдающийся петербургский, еще до войны, ассистент Климова, коровик. В чем же заключалась ее, так сказать, неожиданная идея? А Елизавета Петровна, у которой я работал в классе в качестве пианиста, то есть мы играли хоровые партитуры, вокально-симфонические, импертуар, все что угодно, два пианиста обычно полагалось в классе. И, естественно, как любой опытный, уже пожилой, можно сказать, педагог, Елизавета Петровна часто рассказывала своим студентам и заодно и нам, как устояло дело, например, в капелле, я имею в виду не капеллу как концертную организацию, а капеллу хоровое училище. И она, возьми да и расскажу, что вот в капелле всегда было, а и сейчас тоже такое сохраняется в значительной степени, что ребята, мальчики, учащиеся там, они помимо обязательного прохождения и довольно основательного освоения протепиана, они должны учиться еще на каком-то инструменте. Как правило, это инструменты духовые, бывают фагот, флейтер, гобой, флорнет, естественно, еще что-то, иногда ударные даже могут быть. И вот эта идея, так как я работал в классе Дз. Петровне, параллельно я когда закончил аспирантуру, она и оказалась как бы толчком для того, что я для того, чтобы я такой эксперимент начал. Вы выигрываете очень многое. Во-первых, вы постепенно узнаете совершенно необъятные флейтовые репертуары. Потому что здесь действительно от и до, от самой старинной музыки, написанной еще до баха. Бах, сыновья баха. Флейту не обошел фактически ни один выдающийся композитор никакой эпохи, ни эпохи пластичизма, даже Бетховин. Хотя у Бетховина нет, может быть, флейтовых сонат специальных, а у Моцарта есть шесть совершенно детских, юношеских сонат, хотя они очаровательные. Словом, я хочу сказать, что это репертуар для флейты. Он практически соперничает и со скринкой, и с фортепиано. Он необъятный. Мы сейчас в качестве маленьких прелюдии сыграем вам очень небольшое ададжио из одной из замечательных сонат для флейты и баса «Континуа», одного из наиболее талантливых сыновей Иоганна Себастьяна Баха, Филиппа Эммануила Баха. Этих сонат, по крайней мере, в этом сборнике шесть. Это совершенно потрясающая музыка, которая, я бы сказал, опережает свое время. Выдающийся советский, российский педагог Генри Густавович Нейгаус написал в своей знаменитой книге об искусстве фортепианной игры, «Когда я слушаю Баха, или тем более играю Баха, я нахожусь в согласии с миром и благословляю его». И невольно приходят на ум последние слова знаменитейшей семинорной мессы Баха, высокой мессы Дона Новис Пацмин. Партию клавира исполнит тоже один из моих сказок учеников и Георгий Комаровский. Партию биологи и аланчелли исполнит мой сын Дмитрий Михайлович. Георгий Комаровский. Георгий Комаровский. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Что касается квартетов Моцарта, фортепиано, их у Моцарта всего два, но очень известные, широко играемые, достаточно виртуозные, поскольку это моцартовские шедевры. Когда-то мне довелось сыграть, еще есть знаменитый квинтет для кларнета и струнного квартета, и вот современник Моцарта сделал приложение для рояля со струнным триом, получился как бы третий фортепианный квартет с музыкой Моцарта. Более 50 лет назад мы это произведение с замечательными тогда молодыми партнерами играли и даже выступили как бы на конкурсе. Сейчас будет исполнен соль-минорный фортепианный квартет в трех частях. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА